Если ты есть, будь лучшим! Если ты есть, будь первым! Если ты есть, грустливых не слушай! Не примиряйся, сам стать примером! Будь первым! Всем привет! С вами Медиакласс и сегодня мы проведем ноябрьский выпуск от школьного телевидения. Мы будем транслировать наш выпуск с необычных мест, где возможно не ступала ни одна нога ученика. С вами ведущий Тимур и Тася. Поехали! Будь первым! Мы находимся в радиорубке на третьем этаже. Тут находится свет, звук и прожектор, который все это транслирует в актовый зал. Кстати, в ноябре проходил спектакль Театр-студия «Воскресенье» по мотивам Дунаевского. Смотрим репортаж. Будь первым! Всем здравствуйте! Сейчас мы находимся на репетиции спектакля по мотивам Дунаевского. Сейчас придут пятые классы его смотреть. А мы, Медиакласс, будем его освещать. Сейчас все расскажем. Привет! Как тебя зовут? Лиза. Как тебе атмосфера? Мне нравится, прикольно. Ты часто ходишь на подобные мероприятия? Ну да, достаточно часто. А ты бы хотела заниматься в подобной театральной студии? Ну, было бы очень интересно, мне кажется. Здравствуйте, как вас зовут? Рита. Саша. Ира. Расскажите про своих персонажей. Ну, мы, в принципе, разные персонажи играем. Каждый по-своему давай. Ну, я играю Чук-чук с Сашей. Потом... Песню пою. Песню пою? Ну, и, в принципе, там дальше маленькие роли. Еще я играла в лунном вальсе «Медузу». Вот. А ты? Я Антонина и «Медуза». Ну, и, в принципе, провожаю военного. Ну, да. С какими сложностями вы столкнулись во время показа? Ну, как бы уже привыкли, но, наверное, сложнее всего во всех спектаклях это учить роль. Скорее всего, это самое сложное. Ну, самое сложное это выступать, когда есть люди, которые просто вот шумят, делают свои дела. Один раз такое было, даже несколько раз было такое. Мы уже привыкли, мы здесь 6 лет. Я 7. 5. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь среди вот этого большого буйства красок? Слушайте, ну, мы рисуем. Ну, вообще, не только я, но все мамы. Все мамы, все дети участвуют в изготовлении. Этот спектакль, он был создан в такой тяжелый момент, когда мы не имели ни площадки, ничего, потому что был дистанк. И мы по домам пытались собрать, поэтому он такой концертный вид имеет. И все костюмы шились тоже не здесь, вот на этой территории. По воскресеньям мы этим занимаемся, но это все делалось сообща по домам. Привет, как тебя зовут? Лиза. Тебя? Софья. А что тебе больше всего запомнилось и понравилось в спектакле? Ну, мне больше всего понравилось тогда, когда там планеты ходили. Мне тоже больше всего это нравилось. Мне нравилось, когда пели всякие песни, было интересно. Что у вас вызвало больше всего эмоций? Когда все-таки выходили игрушки с маленьким ребенком. Мне тоже, когда они выщукачали на руках. Были вам знакомы какие-то музыкальные композиции? Про капитана. Ну, мне тоже был знаком один момент, но некоторые я не знала. Спасибо вам большое. Привет. Как тебя зовут? Макс Науменька. Кого ты играла? Я играла в девушку, которая спит в миске и представляет, что это твои куклы. И с ними играешь. Тебе нравится выступать? Здравствуйте. Здравствуйте. Кто вы и откуда? Педагог-организатор детской театральной студии «Воскресенье». О чем этот спектакль? Во-первых, этот спектакль мы ставили к юбилею Дунаевского. Здесь захвачены многие вопросы. Обхватить мы решили и военная тематика, как вы видите, и мирное время. Я думаю, что сегодня это было очень актуально, хотя мы это ставили в ковидное время два года назад. Для чего смотреть это подрастающему поколению? Ну, подрастающему поколению для чего это смотреть? Во-первых, это добрые песни на все времена. Вот мне кажется, это так. Просто они уже давно забыты. А старшему поколению они очень близки и памятны. И я думаю, вот эта вот доброта с песнями, она должна передаваться из поколения в поколение. То есть, это песни со смыслом и живые. Что вы можете пожелать нашим зрителям? Зритель был хорошим. И чтобы он таким оставался хорошим, внимательным зрителем. И чтобы он был чувственный и всегда брал главное из наших спектаклей, вообще из хороших постановок, которых сейчас, к сожалению, мало. Спасибо большое за интервью. Ну что ж, дорогие друзья, вот и кончился спектакль. Все в восторге. Ждем студию в воскресенье к нам в гости. До новых встреч! Давайте, два, один. Не ревнуй я к другой, да это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется. Писать мне. Путь первым! Я нахожусь на посту охраны. Здесь есть все видео с камер наблюдения. Напоминаю, что за всем и следят. Не стоит забывать свои карточки для парохода. А еще не опаздывайте. Кстати, в ноябре приезжали сотрудники университета имени Кикотя. Они проводили тренинги с актуальной темой «Зло по имени Булинг». Смотрим репортаж. Будь первым! На этой неделе в нашу школу приходили курсанты, полицейские университета имени Кикотя. Они проводили профилактические мероприятия в формате тренингов, дискуссий и интерактивных игр. Мероприятие проходило для учеников седьмых и девятых классов. С ребятами обсуждали актуальные темы «Зло по имени Булинг». Школьникам было предложено примерить на себя роль защитника-агрессора и жертвы. И привести аргументы рефлексии данных в состоянии. Эта модель позволяет в безопасных условиях смоделировать негативное социальное явление. Получить позитивный социальный опыт взаимодействия из разных ролей. В рамках темы «Межличностные конфликты» из 9К проводили диагностику стиля поведения в конфликтной ситуации. Была дана доступная обратная связь о возможных вариантах развития конфликтных ситуаций. В семестве с детьми были определены наиболее эффективные стратегии поведения. А также пошли дискуссии на темы «Шаг вперед по выбору профессии», «Вместе мы сила», «Сити Кет правила поведения в интернете». Мероприятия прошли доступные для детей формы. У многих школьников эти тренинги нашли эмоциональный отклик. Мы выражаем огромную благодарность нашим социальным партнерам из университета имени Кикатя. Ждем вас снова для реализации совместного плана работы. Сюжет подготовил медиакласс. Сейчас мы находимся в кабинете учителя физкультуры. Здесь находится много спортивного инвентора, а также награды разных лет. Кстати, насчет наград. Недавно выдавали долгожданные значки победителям ГТО. 22 декабря приглашаем всех на повторную сдачу норм ГТО. Смотрим сюжет. Будь первым! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будь первым! Прямо сейчас я нахожусь в радиорубке, откуда включаются песни, которые играют по всему радио в школе. Кстати, каждый школьник способен создать свой плейлист и отнести его в 108-й кабинет на рецензию, после чего его песни будут играть по радио. Руслан Саввич, чем вы сейчас занимаетесь? Я как раз хотел поставить песню на радио, чтобы ее послушали ребята. А ты чем занимаешься здесь? А я хотел рассказать, как вы организовали турнир по шахматам. Прямо сейчас мы это и посмотрим. Будь первым! 16 ноября в школе прошел первый тур в этом году по шахматам среди учеников IT-класса, где собралось 12 ребят, желающих потягаться силами за шахматной доской. На доске Мэш ввелась онлайн-трансляция результатов турнира, на которой случайным образом подбирались соперники на каждом туре. Подбор осуществлялся с учетом положения в таблице лидера. Участникам попадались примерно равные по силе бойцы. Ученики играли в режиме Капит. Это быстрые шахматы с контролем времени 10 минут. Если кончилось время, проиграл. Но это редкость. Чаще игры заканчиваются матом королю соперника, а иногда ничьей, повторением ходов. За соблюдением правил шахматного турнира следил наш учитель информатики Руслан Инсакович Катаулин и пятиклассник Ярослав Субозин, который в свои годы уже имел первый юношеский разряд по шахматам. В случае нарушения правил, например, при трижды сделанном невозможном ходе, игрок получал поражение. Времени на игру было мало. Участникам приходилось внимательнее делать ходы, чтобы не упустить победу. Так прошло четыре тура, и шахматные турниры в первые три места разделили между собой. Петровский Алексей, Севалдаев Никита и Рыжов Илья. Они получили за победу специально подготовленные сладкие призы. Следующий турнир пройдет 21 декабря, в преддверии Нового года, для всех желающих. Если вы хотите принять участие, записывайтесь у Руслана Инсаковича в 110 кабинете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся в необычной комнате. Здесь точно наступала нога школьника, и мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет в комментариях правильное местоположение этой комнаты, получит приз от Телемок. Кстати, в ноябре проходила Олимпиада, мой район в годы войны. От школы участвовало много команд. Мы с нетерпением ждем результатов. Смотрим, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, меня зовут Тимофей, я корреспондент в медиа-классе. Представь все, пожалуйста. Привет, меня зовут Соня, я из 6-го З-класса. Готовилась ли ты к этой Олимпиаде? Да, я готовилась к этой Олимпиаде, потому что это очень важная для меня Олимпиада, и я буду очень рада, если наша команда победит. Считаешь ли ты, что эта Олимпиада несет какое-то значение большое для подрастающего поколения? Да, я считаю, что эта Олимпиада несет большое значение для подрастающего поколения, потому что важно знать историю своей страны и своего города, когда он был в годы войны и в отборшем. С тобой согласен, это очень важно. Что ж, спасибо тебе большое за интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, я корреспондент медиакласса, представьтесь. Меня зовут Анастас Ксюша. Ева. С какого вы класса? Мы из 6-го ия. Вы готовились к Олимпиаде? Да, но все равно мы немного боимся. Как вы думаете, сможете ли вы пройти в городской тур Олимпиады? Нет, сажите, да. Все в этом. Я надеюсь на вашу победу. Удачи вам. Спасибо. Стой, подойди, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Лиза. Меня Тимофей. Я корреспондент 1-го МОКа. Используешь ты волнение или страх перед тем, как переступить порог кабинета, в котором будешь писать Олимпиаду? Ну, естественно, испытывали, все команды там перечитывали, переживали. Готовилась ли ты? Я готовилась. А команда твоя? У нас готовились все, но несколько людей не пришло сегодня в школу, поэтому было немного сложнее. Понятно. Воевал ли кто-то из твоей семьи? Да, мой прапрадедушка и семья моей прабабушки. Для тебя является гордостью поучаствовать в этой Олимпиаде и, возможно, пройти в следующий тур? Ну да, я очень рада, что меня взяли в команду. Это очень круто. Спасибо за интервью. Пока. Я нахожусь в Каморке, что за актовым залом. Здесь находится весь тюк и визит для наших мероприятий. Кстати, этот знаменитый пульт от игры «Ворошилский стрелок». Традиционно эта игра проходит для девятых классов в ноябре. Смотрим сюжет. Будь первым! Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на «Ворошиловском стрелке». Это интеллектуальная игра для учеников нашей школы. Мы подготовили для вас прекрасный выпуск. Надеюсь, он вам понравится. Будем болеть за наших участников. Погнали! Так, что же вы давали татарам русским, чтобы они могли править? Привет! Меня зовут Даша. Я господин медиа-класса. Представься. Я Мешкова Наталия. Я учусь в седьмом Е медиа-классе. Как тебе наше мероприятие? Мне очень нравится. «Ворошилский стрелок» — это один из самых интересных развлечений в нашей школе. За какую команду ты болеешь? И болеешь ли вообще? Девятый игрок! Девятый игрок! Девятый игрок — это «Война и мир! Война и мир!» Хотела бы ли ты поучаствовать в этом мероприятии? Да, я участвовала в этом мероприятии в пятом классе. И я была бы не прочь снова участвовать. Так, внимание, у вас последняя игра! Спасибо большое за интервью. Последняя игра у нас шестная игра. Очень интересный вопрос. Запоминайте. Меня зовут Настя, корреспондент. Мне эти классы представьте, пожалуйста. Меня зовут Алина Садекова. А из какого ты класса? Я СМОЕ. Слушай, а ты бы хотела вообще поучаствовать вот в таком мероприятии? Да, конечно. Это очень весело. Это объединяет... Привет, меня зовут Настя, я корреспондент медиакласса. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Даша, я из девятого З-класса. Спасибо, очень приятно. Слушай, а тебе вообще интересно данное мероприятие? Да, мне очень интересно. Очень крутая игра. А ты уже играла? Нет, только первый раз. А хочешь? Да, конечно. А ты подготавливалась? И твоя команда вообще? Ну, мы читали, но не особо готовились. Часто ли ты участвуешь в мероприятиях школы? Ну, не особо часто, но бывает. А почему? Не знаю, не всегда узнаю о них. Ну, мне кажется, нужно почаще спрашивать у классного руководителя, чтобы участвовать в данных мероприятиях. Они очень интересны, как ты видишь. Вот, и расширяет кругозор. Спасибо тебе большое за интервью. Привет, как тебя зовут? Варя. Из какого ты класса? Из девятого Л. Понравилась ли тебе сегодняшняя игра? Да, вполне. Рады ли ты победе с своей командой? Конечно, моя команда самая лучшая. Это круто. Какая категория вопросов была для вас самой сложной? Самой сложной была про Циолковского, пожалуй. Будь первым! Совсем недавно мы были на форуме школьных СМИ, где съехались лучшие студии города. Они презентовали свою работу. У нашего медиа-класса есть тоже небольшая студия. Она включает в себя небольшой хромакей, который нужен для того, чтобы менять фон. Так, так и вот так. Смотрим сюжет с места событий медиа-класса. Будь первым! Здравствуйте, дорогие друзья, медиа-класс на связи. Сегодня у нас снова практика, и мы находимся на форуме школьных СМИ. Это отличная возможность для нас познакомиться с медиа-сферой еще ближе, узнать много нового и интересного. И, конечно же, мы расскажем и покажем все именно вам. Погнали! Здесь собрались медиа-студии нашего города. Некоторые привезли даже свою аппаратуру. Например, сейчас я нахожусь в студии и записываю для вас выпуск новостей. Как говорится, нашу маму и дамы тут передают. Здесь находится прекраснейшая площадка по поздравлению телезрителей с новым медиа-годом, который скоро наступит. Мы уже отдали свои пожелания. Просим и вас. Хорошо. Я желаю всем нашим замечательным марафонцам, всем медийщикам, всем ребятам нового медиа-счастья, новых медиа-успехов и новых замечательных медиа-побед. Как тебя зовут, представься? Меня зовут Кира, я из школы 28.6. А чем ты здесь занимаешься? Мы работаем на кейсе газетная мода, мы создаем предметы фашин-индустрии, в основном в шапке и с газет. Спасибо, научишь меня тоже? А ты уже была на этом кластере или нет? Я забыла. Еще не была. О, хорошо, конечно, да, подожди, пожалуйста, тебя можно научить мой друг? Хорошо, спасибо. Сейчас мы находимся на доброй площадке. Бегемот ТВ. Привет, а ты можешь рассказать, что здесь вы сегодня представляете? Привет, мы сегодня знакомим ребят с такой интересной фишкой, как стендап в сюжете. Это не про шутки, это про журналистику, это одна составляющая сюжета, которая делает сюжет, на мой взгляд, более человечным, более интересным, более ярким. Спасибо большое. Здесь очень крутая атмосфера, все поют и веселятся, посмотрите. Мы находимся в актовом зале. Сейчас здесь будет происходить дискуссия о подведении итогов марафона школьных СМИ. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Почему сейчас очень важно проводить этот марафон? Марафон школьных СМИ – это один из самых известных, самых, можно сказать, сложных конкурсов. И он учит ребят тому, как надо работать в медиа-объединениях. Это очень хороший конкурс, в котором они могут себя показать. А тебе понравилось сегодня? Мне очень понравилось. Может, дадите какое-то напутствие юному журналисту? Ну, я, мне кажется, что для того, чтобы быть успешным, надо трудиться. Вот говорят, чтобы снять хороший фильм, надо потратить избыточное количество пленки. Тратьте пленку! Будь первым! Мы находимся в кабинете биологии, где обычно проходят уроки. Но тут есть необычный товарищ, его зовут Костя. И он, ну, не очень здорово выглядит. А мы, наоборот, желаем здоровья тем, кто родился в ноябре. С днём рождения! Будь первым! Это твой день в календаре! Твой день рождения! Он самый лучший, без сомнения! Отличней нету настроения! Твой день рождения! Твой день рождения! Остались в прошлом сожаленья! Отличней нету настроенья! Твой день рождения! Пусть ещё год один прошёл, Не печалься и не грусти! В жизни всё будет хорошо, Так что просто с ума сойти! Добрых слов в этот день не счесть! Ведь вокруг все друзья твои! Хорошо, когда в жизни есть Столько радости и любви! Твой день рождения! Он самый лучший, без сомнения! Отличней нету настроения! Твой день рождения! Твой день рождения! Остались в прошлом сожаленья! Будь первым! Ну что ж, дорогие друзья, выпуск подходит к концу, И сейчас мы находимся в библиотеке. Хоть школьник здесь и редкий гость, Но мы всё равно призываем вас посещать библиотеку И читать книги, ведь здесь есть много всего интересного. На этой ноте наш ноябрьский выпуск заканчивается. Мы раскрыли много тайных мест, И теперь вы знаете о них. И в конце мы предлагаем вам к просмотру видео Вики Карева из 6-го И. Она участвовала в Олимпиаде «Читать, знать, помнить», Где читают стихи о войне. Приятного просмотра! И до новых встреч! Будь первым! Снег забывает, что он снег, Когда на нём от крови пятна. Снег забывает, что он снег, Когда потери безвозвратны. Ребёнок может на войне Забыть о том, что он ребёнок, Но не забудут и во сне Отец и мать его глазёнок. Не забудь своих детей, страна, Стала детским садом и война. Среди летающих смертей Можно всё забыть, но не детей. Забудет под льдом вода, Когда она была в заливе, Но не забудет никогда Россия, Что она Россия. Пускай забудут города, Как их бомбили, Но лишь бы люди никогда, Что они люди, не забыли. Не забудь своих детей, страна, Стала детским садом и война. Посреди летающих смертей Можно всё забыть, но не детей. Будь первым! Продолжение следует...